всем привет в этом видео я хочу вам показать как можно шить детский махровый халатик шить буду по своей новой выкройке ссылку на которую найдете в описании под этим видео по ссылке вы бесплатно сможете скачать необходимый для вас размер описание к выкройке и все рекомендации по выбору ткани а также по выбору размера вы найдете в описании к каждому размеру в этом видео я буду шить халатик для своей дочки и размер я для него выбрала 110 точнее рост 110 ее рост 111 по выкройке это соответствует пяти годам а то всего четыре года поэтому выбирайте выкройку ориентируясь на рост и на обход груди выкройка состоит из следующих деталей это рукав накладной карман для полочки шлевка также есть деталь пояса и есть основные детали такие как полочка и спинка по этой выкройке вы сможете шить четыре варианта халата во первых здесь дано две длины то есть это короткий вариант и длинный вариант для дочки я шила короткий вариант то есть вы можете посмотреть как выглядит короткий вариант примерно до колена и как я уже сказала ранее есть деталь накладного кармана на полочках у нас есть метки куда мы будем настрачивать наш карман то есть по двум сторонам по низу и по одной стороне боковой будем настрачивать на полочку а вторая боковая страна у нас пойдет в боковой срез также вы можете сшить вариант с капюшоном либо с воротником то есть на одной детали полочка у нас есть вариант для воротника а есть вариант для капюшона в варианте с капюшоном у нас припуск по краю большой то есть это припуск для подгибки в варианте с воротником припуск узким и для варианта воротником у нас есть деталь под бортом в данном видео я буду шить вариант с капюшоном и осталась у нас последняя деталь это спинка здесь выкройки наполовину спинки то есть мы будем крыть ее одну деталь со сгибом остальные детали краем согласно описанию к выкройке я имею ввиду количество деталей которые нам нужно выкроить спинка одна деталь со сгибом полочка две детали рукав две детали шлевка две детали карман две детали пояс одна деталь со сгибом шить буду из махрового полотна сто процентов хлопок двустороннее полотно без эластана то есть не тянется абсолютно точно такое же по качеству как мы покупаем банное полотенце и начну с заготовки шлевок деталь шлевки складываю пополам здесь у меня получается с обеих сторон в принципе лицо потому что материал двусторонним складываю пополам длину и стачиваю на машинке вторую шлевку я затем все-таки обработаю на оверлоке край то есть про строчу на машинке и края обметаю на оверлоке потому что данный материал очень сильно осыпается с помощью булавки шлевку выворачиваю на лицевую сторону также если не получатся булавочка можно сделать это с помощью такой вот деревянной палочки эти детали можно будет приутюжить дальше заготовим сразу же пояс деталь пояса складываем пополам лицом вовнутрь если вас допустим вот другая ткань складываем пополам в длину закалываем все булавками обтачиваем на швейной машинке по всем трем сторонам и примерно в середине оставляем отверстие через который пояс будем выворачивать на лицевую сторону помимо того что я прошила на машинке я еще край все таки обмета на оверлоке чтобы когда буду выворачивать сильно края мои не спались правда очень сильно это плотно осыпается и дальше с помощью все той же деревянной палочки я аккуратно выворачиваю пояс на лицо уголочки выправляем иголкой и зашиваю вручную отверстие через которое я выворачивала пояс на лицо вручную зашиваю потайным стежком и далее готовый пояс нужно приутюжить и пока пояс можно отложить теперь будем шить сам халатик с детали полочки на обе полочки из махры я переношу метки куда мы будем сейчас с вами настрачивать карман но перед тем как карманы пришивать на полочки нам их нужно подготовить для этого я обметываю на оверлоке три стороны оставляю не обметанный только сторону со стороны бокового шва подгибаю сверху припуск по намеченной линии его заутюживаю затем отстрачиваю на машинке и теперь прикладываю карман на полочку по низу я отмечаю ширину припуска то есть ставлю меточки и в этих же местах ставлю метки на полочке эти метки совмещаю и вот так вот карман прикладываю получается лицо к лицу с полочкой направляю деталь вниз закалываю булавками боковую сторону кармашка подгибаем примерно на один сантиметр вот таким образом и прикалываем булавкой то есть когда мы с вами будем сейчас пришивать карман мы захватим и припуск боковой стороны кармана вот что у нас получилось теперь кармашек отгибаем кверху и нам нужно эту сторону кармашка также закрепить на машинке аккуратненько отгибая карман и закалываю по припуску то есть буду карман пришивать таким образом что с лица не будет вид на строчке вот таким образом отворачиваем и прикалываем сверху и до самого низа теперь эту сторону кармана пришиваем на швейной машинке насколько сможем подлезть до конца до уголочка но в принципе я это сделала и смотрите какой аккуратно у нас с вами кармашек получатся осталось только швы приутюжить и закрепить карман по боковому срезу сначала сделаю это булавочками а затем проложу строчку на машинке по краю таким же образом делаем второй карман на второй полочке и теперь будем собирать детали халатом складываем две полочки лицом к лицу совмещая по этому срезу капюшона закалываем этот срез булавками стачиваем его на швейной машинке и потом можно край обмитать на оверлоке и получается мы шов с вами когда будем растрачивать на оверлоке под этим ножом оверлока подрежем чтобы он был узким и смотрите теперь я этот шов закрываю киперной лентой то есть я просто накладываю ленту на оверлочный шов и настрачиваю настрочила по одной стороне вот так он выглядит разворачиваю капюшон этот припуск направляю в сторону получается припуск у нас закрыт киперной лентой и по второй стороне киперной ленты я прокладываю еще одну строчку почему я сразу на оверлоке не прошлась я сначала хотела прошить просто на машинке припуск подрезать и закрыть этот шов лентой но края очень сильно махрятся и осыпаются поэтому я потом еще прошлась на оверлоке чтобы мои ниточки потом в разные стороны не торчали мне кажется так аккуратнее но если вы конечно уже у вас нет оверлока то придется вам эти ниточки терпеть но потом в итоге они закроются все киперной лентой все швы открытые и теперь вот эти две полочки нам нужно соединить со спинкой получается у нас одним швом соединяться плечевые швы горловина спинки с капюшоном и аккуратненько мы сейчас все будем скалывать обратите внимание что мы должны закалывать детали ровно по линиям стачивания то есть когда вы потом посмотрите на детали и на припуски на швы вы увидите как выглядят припуски то есть на разных изогнутых линиях припуски выглядят по-разному ширина припуск это получается одна а вот в некоторых местах длина может быть другая сейчас объясню как бы о чем я говорю и итак я скалывала плечевые швы и я скалываю получается шов капюшона и горловину спинки но на первый взгляд может показаться что сушь вы абсолютно не совпадают почему потому что нам нужно с вами сделать сейчас будет на отсечке смотрите на детали видите у нас какой припуск то есть шов то стачивание длинный а по припуску он где-то на два сантиметра получается короче и чтобы нам аккуратненько все здесь выложить я буду делать рассечки то есть я рассекаю как раз на эти примерно полтора сантиметра и не дорезаю несколько миллиметров потому что там как раз тот участок около двух сантиметров мне так показалось я просто на глаз и сделала рассечку чтобы у меня вот эти два среза легли ровненько когда вы сами будете делать вы поймете и и сейчас я полностью все закалываю видите у нас от детали спинки такие уголки торчат потом когда мы все стачаем мы лишние припуски подрежем и у нас все будет аккуратно и я одной строчкой стачиваю плечевой шов горловину и второй плечевой шов получается здесь строчу и у меня строчка дойдет до края рассечки где-то миллиметр зайдет на ткань потом снова до рассечки и снова второй плечевой шов и и теперь чтобы мне этот шов закрыть киперной ленты я припуск буду подрезать оставляет строчки примерно миллиметров шесть-семь потому что у меня теперь на лента один сантиметр чтобы потом ткань не выглядывала я все аккуратненько подрезаю и буду настрачивать ленту со стороны получается капюшона и со стороны полочек и снова киперной лентой закрываю припуск на шов по сути вот это вот первая строчка по ленте проходит ровно по той же строчке который мы стачивали с вами детали на изогнутых участках лента ложится хорошо наверное за счет своего вот этого переплетения кто посмотрит близко на киперную ленту ведь что у него такой видит елочки переплетения она достаточно мягкая и она на изогнутых краях очень хорошо ложится в отличие допустим от просто ленты х башни и теперь деталь раскрываю как мы делали это на капюшоне закрываю припуск лентой и прокладываю строчку по второй стороне лета итак мы стачали плечевой срезы соединили по горловине спинки с капюшоном и закрыли этот шовчик смотрится все аккуратно и красиво теперь в открытую пройму будем тачивать оба рукава для этого окат рукава совмещаем с проймой и прикалываем рукав с помощью булавок на деталях есть метки для совмещения совмещаем метки и распределяем окат по пройме у новичков с первого раза не получается нормально вшить рукав им почему-то кажется что окат меньше проймы но на самом деле именно длина припусков если мерить край детали так и есть но вы должны соединять именно не по краю деталей а по линиям стачивания если не получается вот таким образом соединить срезайте припуски линии стачивания детали переносите на свои детали из ткани и по этим линиям закалывайте детали и сметывайте видите даже в этом месте у нас с одной стороны припуск выглядывает когда мы стачаем детали они у нас будут именно по шву ровно и я шов также закрыла киперной лентой сделав все таким же образом как мы это делали на капюшоне и на горловине с плечевыми срезами далее на спинку переношу метки для шлевок на один боковой шов и на другой перед тем как стачивать боковые срезы и срез рукава мне нужно обработать край рукава точнее низ на рукаве для этого я беру киперную ленту снова и смотрите вот у нас будет такой припуск то есть подгибка по низу мне край нужно закрыть лентой и получается что еленду настрачиваю по лицевой стороне низа рукава и вот так выглядит теперь низ рукава припуск на подгибку я сразу подогнула и заутюжила и теперь я складываю пополам рукав и складываю лицом к лицу спинку и полочку совмещая по боковому срезу срез рукава и боковой срез я скалываю булавками либо зажимами кстати зажимами мне показалось лучше скалывать на такой ворсистой ткани ну и не забываем по нашей метки вложить шлевку с одной стороны и с другой стачиваем детали на оверлоке кстати я тут сначала просто на оверлоке вы можете стачать на машинке и закрыть припуски но здесь лентой неудобно будет в рукаве закрывать таким образом можно просто косой бейкой обработать эти срезы далее нам нужно будет припуск отогнуть на изнанку вот таким образом и проложить строчку на машинке по второй стороне киперной ленты и рукавчик будет полностью готов нам осталось только обработать получается край капюшона края бортов и низ сначала я по всему периметру мой халат обметаю на оверлоке чтоб края не осыпались а затем полностью по краю пришью киперную ленту вот таким образом потом я это отогну все и на строчу по второму краю ленты смотрите я обметала край пришила ленту по краешку здесь я просто вот так вот на уголке подогнула потом этот уголок все равно будем вырезать и вот таким вот образом мы будем подгибать край и потом настрачивать получится на самом деле все очень аккуратно по намеченной линии я подгибаю край борта и низ халата вот смотрите у нас получилось таким образом отмечаю уголок и от печать депли пересекаются подгибки и сейчас по этим меточкам я скалываю уголок лицом к лицу вот таким образом то есть две метки и закалываю булавкой и до центральной метки получается на самом уголке где у нас будут уголочек нам нужно отдать туда стачать на машинке вот здесь прокладываем строчку перед тем как отрезать лишний этот припуск вывернет и на лицо проверьте все ли вы аккуратно стачали если все хорошо выворачивается получается ровный уголок припуск подрезаем и смотрите какой аккуратненький у нас уголочек с вами получился уголок по-хорошему расправляем и теперь всю подгибку полностью вот так вот закрепляем булавками можно это все при утюжить переметать и потом отстрочить на машинке что я и сделала я отстрочила по всему периметру край халата смотрите как все красиво получилось и аккуратненько все халатик наш полностью готов осталось еще раз при утюжить все швы от утюжить изделия с изнанки продеть поясок и сделать примерку дочки очень понравился данный халатик мы его увезем в баню и осталось шить такой же халат для тимоши если вам будет интересно то я вам покажу как сшить такой же халат но в варианте с воротником из под бортом если будут желающие пишите об этом в комментариях посмотрите как красиво закрыты все швы мне халатик очень понравился я надеюсь что данная модель к вам тоже понравится и вы тоже сошьете такие вот обновки для своих деток если вы хотите еще от меня бесплатные выкройки то обязательно напишите какой-нибудь комментарий под этим видео поставьте лайк этому видео так я буду знать что этот вопрос актуален и буду стараться для вас как можно чаще выпускать бесплатные выкройки а если вам понравилось это видео то ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новые видео всех люблю всех целую всем пока пока подписывайтесь на мой канал